ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Генерал-лейтенант Родецкий был командующим округом тогда Он по телевизору в открытую, на всю страну нашу заявил Я, говорит, если интересы Украины потребуют, буду воевать с Россией Я вот смотрю телевизор и думаю, блин, какая вообще женщина тебя вырастила Это же советский генерал Я тогда еще не знал, что его родной брат, у которого даже лицо почти такое Вице-адмирал Родецкий, начальник тыла Северного флота Вот два родных брата, один в России, другой на Украине Воевать с Россией, конечно, мне, да и любому, наверное, человеку Который живет здесь, здесь и вообще на Украине Наверное, абсолютно не хотелось бы Но, если мы приняли присягу или даже находимся на контрактной службе Дело военного, конкретного исполнителя Не рассуждать, значит, о правильности, правомерности отданных приказов А точно их выполнять Что касается летчика, значит, его дело точно накладывать марку на цель И вовремя нажимать боевую кнопку Тот же Осипович, он же сбил этот гражданский боинг Я служил на Дальнем Востоке, если бы я сидел в дежурном звене И я бы точно так же сбил этот боинг И сейчас собью его Я считаю, что Осипович правильно сделал И любой другой на его месте поступил бы точно так же Так же и здесь Знаете, очень сложный вопрос Очень сложный вопрос По поводу бывших сослуживцев Которые будут воевать с моей страной Я же считаю, что у них что-то не в порядке с мозгами Когда учились в училище Инструктор нам говорил так Что, товарищи курсанты, летать вас научат ДСАФ А здесь вас учат убивать Вы растете персональными убийцами Вот если у нас стрясется такая страшная ситуация Что нам придется лететь и убивать своих товарищей, бывших То, естественно, каждый, наверное, будет поступать уже В силу своего разумения Нет, я никогда стрелять по своим бывшим братьям не буду Если поступит такой приказ Что ж тогда армии со мной не повезло Эти все сказки там, что я стрелять не буду Я ТДТ Я в это все не верю В нашей стране, к сожалению, это все можно организовать Просто приложить к этому руки У нас стравливают два братских народа Даже один с другим так, что они вырезают там до седьмого колена Когда в Донузлаве контр-адмирал Кожин Поднял флаг украинский И объявил, что это территория Украины Естественно, Косатонов окружил морской пехотой А без многих посадил здесь звено Самолетов Су-25 штурмников с разовыми бомбами и кассетами Летчики, на эти самолеты были спланированы Все члены Союза офицеров Украины Все украинцы И я к нему подхожу, говорю, Виктор Иванович Ну неужели вы действительно будете бомбить советскую морскую пехоту? У них же тогда был советский морской флаг Они Андреевский флаг еще не поднимали На Черноморском флоте И он говорит, если интересы Украины потребуют То я, говорит, буду бомбить Я говорю, Виктор Иванович, тогда я вам тоже официально Объясняю, говорю, что Ни один самолет с этого аэродрома С подвешенными бомбами не взлетит И потом будущим вдовам Сами будете рассказывать, почему они погибли Он мне вообще сказал конкретно Тимур, ты меня знаешь Я пущу кровь и на вас с Бакулиным спешу И вы будете виновны в том, что забьете клин между двумя братскими народами И, как он говорит, на горном Карабахе По сей день никто не может разобраться, кто первый выстрелит Ухожу, нету сил, лишь издали Все ж крещеное помолюсь За таких вот, как вы, за избранных Удержать на Добровом Русь Но боюсь, что и вы бессильны Потому выбираю смерть Как летит под откос Россия Не могу, не хочу смотреть Это женщина-фронтовичка Друнина За несколько минут до своей смерти Написала тебе это четверостише Когда у нас вот накал в тросте достиг апогея Сейчас очень не любят эту вспоминацию У меня авторитет гарнизона очень большой был Я мог что угодно здесь сделать Но Бакулин меня пригласил себе в кабинет И говорит, Тимур, мы вчера сидели в одной кабине А сегодня должны убивать друг друга Ради чего? Говорит, не стоит этот гарнизон человеческой крови И даже одной единственной человеческой жизни Он как в воду смотрел Через месяц Ельцин, Скорбчуком Не хочу быть грубым Засол, целуются в Ялте Под солнцем поляшим А мы бы тут, так сказать, выясняли бы Кому этот аэродром оставить России Или отдать Украине Я мог вполне этот полк увести с самолетами С личным составом Это 650 человек Увел бы в Россию Но там отказались Потому что мятежных полков боялись и там, и здесь То, что произошло, мы к этому ушли десятилетиями Поэтому у нас и ГКЧП Для меня до сих пор загадка Как три силовых министра обороны КГБ КГшники, министра внутренних дел Как эти три орла Они могли сделать Ну, элементарный вшивый переворот И какой-то Борис Николаевич Вылез, значит, на броневик Как всегда Чего-то там крикнул Какие-то там, значит, баррикады Мне, как военному человеку, это смешно Все это можно было Даже не полком батальоном все сделать Так Наш в классе, говорю Без шума и пыли Если бы Язов знал Что наша страна захлебнется Впоследствии кровью Из-за его нерешительности Они испугались Илон и Крючков этот Я не помню, кто там был И помнить не хочу Покатин, по-моему, был Пуга, да Борис Карлович Да, помню этого Пуга 1 ноября 89-го года Произвел первую посадку На истребителя Су-33 Наш замечательный летчик Виктор Георгиевич Пугачев И в 91-м году Вот по осени Уже первая пара села у нас На авианосец Около 20 летчиков Были уже на подходе Летали по корабельной программе Вот на этой нитке с утра до вечера И мы думали, что цель близка Но, к сожалению, потом В декабре 91-го года Три человека сели в Белорусскую пущу И решили, как нам жить дальше Девять лет назад Три безумца Поделили Великое государство Которое называлось Советским Союзом И обрекли Своих соотечественников То есть нас с вами На страдания, которым сегодня Не видно и конца Дело в том, что когда Государство наше развалили Я лично не все понимал Что происходит У нас какие-то иллюзии были Общие вооруженные силы Что, в общем-то, единое государство Останется Ну, просто на каких-то других Принципах Объединенные По решению трех президентов В Белорусской пущей Части центрального подчинения И военно-морского флота Отходили России Центр был применения На аэродроме Саки Это часть центрального подчинения И он должен быть российским Но, к сожалению Часть руководящего состава Центра Подавляющего в большинстве Приняли ориентацию на Украину Сюда начали прилетать Эмиссары украинские Первый прилетел сюда Замкомандующий авиации Украины Генерал Скалько Он говорит Нужно четыре летчика Украинца Для показа высшего пилотажа В Канаде Я уточняю Вы, наверное, договорились Не четыре летчика украинца А четыре гражданина Украины Летчика Он говорит Для тупых Я повторяю еще раз Четыре летчика Украинской национальности Потом, значит Этот Скалько Собрал нас Все руководство центра Он зачитал приказ Министра обороны Украины О переподчинении Центра вооруженным силам Украины О назначении Их, украинского начальника центра И о снятии нашего Русского Бакулина Ну, не русского, а советского И вот, вы понимаете Сидят эти полтора десятка Высокоподготовленных В профессиональном отношении И далеко не слабых людей И всем все понятно Он говорит Вопросы есть? И вот я встал и говорю Я что-то не могу понять Что вообще здесь происходит Приехал какой-то генерал В каких-то зеленых штанах Я его первый раз в жизни вижу Зачитал приказ Какого-то министра обороны Ну, и в это время Я узнал, что полковник Безногих Создал подпольный Союз офицеров Украины На котором они Вот эти все вопросы Обговаривали Там даже вопрос Ставился о физическом устранении Полковника Бакулина Физическом не в плане Чтобы его убить А просто, чтобы на определенный Период времени Он исчез Не было вопроса Потом бы его, конечно, вернули Но все дело было бы сделано Я, полковник Подполковник Иванов Для принятия присяги Пожалуйста Подъехать присяги Я, Иванов Валентин Васильевич Вступая на военную службу Торжественно клянусь Народу Украины Всегда быть верным И преданным ему Добросовестно И честно исполнять Воинский долг Многие принимали присягу Не поднимая глаз Я не принимал присягу Но для меня это такое Нервное потрясение было Что мне потом Несколько месяцев Пришлось свой организм Приводить в соответствие Причем при помощи врачей Такие переживания были Хотя для себя Я уже все решил Но здесь оставалось то То есть смысл всей жизни Уходил вместе с этим аэродромом И с этим, значит, полигоном Я четко понимал Что второй такой тренажер Нам не построить То есть, в принципе Для меня решалась Судьба авианосного флота Вот на этом аэродроме В тот период Весной 92-го года У меня 3-я эскадрилья Она из одних украинцев стояла Я к ним утром приходил Каждый день говорю Привет, хохлы А после присяги зашел Говорю привет И заткнулся Потому что уже не хохлы А уже могут политику пришить Так вот, дохожу Как раз в этот самый период На доске написано Родина, Москва с маленькой буквы Асала с большой Вообще классный такой кадр Да мне просто не хочется Даже об этом вспоминать Как принимал присяг Это было трудно Это было больно Это Скажем, что проявил Слабодушие Семья повлияла Потому что у меня сны родились Как раз в 91-м году Я давно ждал Наталья сказала Что это Она давно не поедет Жена моя Все взвесил Остались здесь Да моя родня тоже говорит Что я там Вот Еще друг раз выпив Типа Предал Россию Да я говорю Никто никому ничего не предал Да все Если вернуть все назад Я бы пошел на свет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Часть украинцев Настоящих украинцев Они вообще присягу не приняли Они уволились И не потому что не любят Украину А просто говорят Я вот так вот присягу Под дулом пистолета Не собираюсь понимать А у некоторых семьи Просто на этой почве лопнули Ну вот как у Лешки Фоломеева Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok